Здравствуйте! У меня каждый день как-то получается погружки, и я решила сначала снимать короткие видео, а потом всё-таки решила объединить их и рассказать немножко о том, как я подхожу к вышивке брошей, как я подбираю материалы. Должна сказать вам, это может быть совершенно индивидуальный подход у каждой, и поэтому я расскажу про свой. Может, кому-то будет это интересно. Ну, вот эту веточку я вам показывала. Вот так у меня она получилась из мулине. Немножко я вот здесь раздумываю ещё украсить её пайетками, потому что она немножко такая грубоватая получилась. Вот сюда пайетки вшить, и в итоге у меня капелька вот такая подвесила зелёная к ней. И тут мне написали, что можно на эту веточку гроздь сменные делать. Может, это тоже идея вот сюда вот сделать такие на цепочках каких-то сменные ягоды разноцветные. Тоже может быть нормальная идея. Или просто какую-то брошь цветок каждый раз вот сюда прикреплять, или подвеску цветок сюда можно прикреплять. И вот так это получится. Такая веточка, которая может быть основой для вашей фантазии. Вот сюда что-то каждый раз новое крепить к ней. Вышила я с одной стороны ронделями, с другой стороны гладью, как вы видите, обшила пайетками. И вот так сзади получилось. Булавочку я просто прикрутила мулине. Не пришивала и ничего, а просто вот к основе прикрутила мулине, когда обтягивала эту проволочку мулине. Вот такая брошечка получилась. И как-то так вот пошло-поехало, и у меня много брошек вышло. Решила просто перебирать камешки свои. И как-то у меня вот лабрадорит, когда-то показывала, купила маленьких несколько лабрадоритов. Это единственный, который переливался таким сиреневым цветом. И вот вокруг него у меня вот такая рыбка сложилась. Не хотелось мне тут ничего такого вышивать, а именно только вот чешуйки. Причём вот у меня такие австрийские пайетки есть. Они переливаются всеми цветами, такими же, как и лабрадорит. Вот видно? Да, и здесь вот меленькие я сделала. А потом всё-таки основную часть рыбки решила укрупнить. И сделала серебряные пайетки, и с этими маленькими совместила. Их по две пайетки вшивала. Такая чешуйка рыбки получилась. И она у меня такая минималистическая уже была. Поэтому я и головку ей сделала такую очень простую. Просто бисером обшила. Хвостик немножко стекляруса вставила. И хвостик обшила вот другими пайетками. Вот видите? Вот такими тёмными. И встал вопрос, что делать вот с гребешком этой рыбки. И я просто вшила двухмиллиметровый, обшила рыбку такими же круглым бисером, как этот у меня далеко есть. И здесь я вшила, если видно, вот рондели маленькие двухмиллиметровые. А тут обшила ронделями другого немножко цвета, сиреневого. И между ними вставила ещё вот крупный бисер, мелкий бисер. И получился такой гребешочек у рыбки. Вот такая маленькая рыбка. Сзади она вот так выглядит. Одна рыбка. Потом у меня ещё кабошоны есть в большом количестве гавлита искусственного. И я сделала такую золотую рыбку. Тут тоже. Мне захотелось с пайетками поработать. Вот видите, весь хвостик. Пайетки разные. Гребешки у неё, пайетки тут совмещенные. Есть у неё тут пайетки такие матовые жёлтые. И сверху на них ещё такие блестящие перламутровые жёлтые. Они прозрачные были, поэтому я их совместила вместе. Вот здесь матовые жёлтые, крупные. 4 миллиметра с 3 миллиметрами. Таких золотистых больше. А вот тут на головке я решила сделать стразовую цепочку. И мне понравилось это. Звёздочку из искусственного гавлита поставила. Это всё-таки морская звёздочка. Внизу тут беконус и рондели. А сверху вот такой у меня есть немножко кубический бисер. Я его вшила, и мне показалось, как-то он у меня вот так сам сложился дугой. И тогда я вот в это место вшила немножко другой бисер, чтобы как-то украсть эту рыбку. Обшита вот такими золотыми пайетками мелкими всё. И хвостик, и это. А головку пятнашкой я обшила. Она такая нежная. Она как раз очень хорошо подчеркнула цвет гавлита этого. Вот такая рыбка получилась. Золотая. И поэтому она у меня золотая. Здесь делала ей не просто так этот листик. Вот тут вот у меня получился немножко крупный вырез для булавочки. И оказалось с ним такое отверстие неприятное, я его так прикрыла. Тоже вариант, потому что переклеивать всё это уже было поздно. Оно уже всё так хорошо приклеилось. Все булавочки тут хорошего качества. Таких булавочек в золотом цвете я не помню, или я видела. Но это хорошие булавочки с таким вот закругляющимся выходом-входом из нержавейки. Ещё одна рыбка. И к ней уже сделала вот эти все плывут в одну сторону, а эта плывёт в другую сторону. Тоже такого же типа рыбка, как и предыдущая. Но посмотрите, у неё вот все эти плавнички я сделала бетрунцало. Теперь вот я на неё так смотрю. Она могла быть и камбала. Я хочу камбалу вышить. Вот если бы я здесь два глазика сделала, это была бы настоящая камбала. Она у меня такая симметричная как-то получилась случайно. Ну а так она простая рыбка оказалась. Можно издать камбалу. Всё хочу сделать или электрического спрута, или камбалу. Посмотрю. Тут трунцало у меня золотистый и оранжевый такой. Перекликается между собой в хвостике их сделала. Обшила я вот эти все гавлиты. И этот, и предыдущий. Смотрите. У меня такой вот бисер был. Очень похожий на цвет гавлита. Чуть-чуть кремовый, светлый. И вот такие вот золотистые серединки. Здесь жёлтые, а здесь оранжевые. Эй, делика. Тоже вот так оно как-то хорошо вписалось. Ну и рыбка. Единственное, вот здесь место я сшивала как бы с двух сторон. Вот это место, вот сейчас я смотрю, требует, может быть, чего-то сюда вот сшить. Может, какую-то жемчужинку можно сюда поставить. Вот под глазиком я и сделала такую слёзку, как бы такую водичку. А может и ничего. Ну, обшита она вся вот таким трёхмиллиметровыми пайетками. Так. И сзади вот такая оранжевая искусственная кожа. Тоже это же замочек. Здесь всё удачно обрезалось. Даже вот видите, немножко ещё остатки есть. Вот такая рыбка получилась. Такие вот у меня три рыбки. Ну, опять плыву, вот уже не думала их делать. Но вот они сами у меня вышились. И ещё я вышила. Оставались остаточки жёлтого фетра. И я вышила лимончики. Смотрите, они совершенно разные. И получились по вышивке. В основе у меня вышивки была вот такая сетка. У меня есть такая сетка, крупная золотая сетка. Вот я сделала там бархат. И на него наложила сетку. Если видно, вот она там. И потом решила просто обошью сетку пайетками. Вот с этой стороны сделала. Такие матовые австрийские пайетки с одной стороны. И с другой сделала прозрачные пайетки с маленькими трёхмиллиметровыми. Но мне показалось это пусто. И вот я вставила сердечки гавлита. И в каждое пересечение сетки вшила бисеринки. Причём здесь бисеринки вот жёлтые, а тут посветлее. Чтобы как-то вот тень и свет на этом лимончике выделить. И когда обшивала, уже так же обшила. Вот здесь этими же пайетками, что у меня вот тут, проходят. А снизу решила как бы утяжелить эту часть. И вот сделала бисеринками вот этими жёлтенькими, кругленькими. Вот такая получилась. А листики я решила сделать. Вот у меня филигрань листики есть золотые. Окунула их в цапан лак, чтобы они немножко покрепче были, не портились. И на зелёный бархат подшила. Обшила такими зелёными трёхмиллиметровыми пайетками. Вот так сзади эта брошечка выглядит. А что я ещё сделала? Чтобы она немножко выпуклая была, я перед картоном положила туда ещё несколько слоёв фетра. Маленький кружочек, потом чуть-чуть побольше. Она такая чуть-чуть выпуклая получилась. И когда я сделала это всё, вот это место было немножко пустоватым. И тогда я вшила два цветочка. Лимон цветёт светлыми цветочками. Вот такой лимончик получился. Этот лимончик тоже я начинала вышивать стеклярусом. И тут была сетка. Но как-то она мне не понравилась, потому что я под сетку не положила бархат. Я вышила сначала вот эти вот кристаллы, которые вот от большого к меньшему идут. Потом вот этот стеклярус положила, сердечки. И мне как-то вот что-то не клеилось, не знаю, как-то не получалось. У меня выложила вдоль стекляруса бисер. А вот эту часть вот решила вышить вот такими вот пайетками-чашечками. Но через каждую пайетку проживала бисеринку. И вот такая получилась, как будто бы вот такой вот лимончик, объёмный немножко. Обшила его вот такими мелкими трёхмиллиметровыми пайетками. Листик сделала так же, как и в той броши. И два цветочка тут шила. И получилась вот такая брошь-лимончик. Видите, вот так она выглядит. Лёгенькая. Невесомая, можно сказать. И это, и это. Такие два лимончика ещё у меня вышли. И вот. Мне нравится вышивать броши. Я их вышиваю с удовольствием. Они у меня как-то сами выстраиваются. Никакого плана я заранее не делаю. Просто вот как идёт, как у меня душа лежит, так я её вышиваю. Нет каких-то определённых наработанных штампов. И поэтому у меня все броши, если вы заметили, не похожи одна на другую. Я больше экспериментирую, чем я их не вышиваю на продажу. Как бы эксперименты и на подарки, в общем-то. Поэтому они у меня такие очень разноплановые, неповторяющиеся, можно сказать. И не знаю, у меня сейчас такое состояние вышивания, поэтому я подготовила себе тут ещё несколько вещичек на вышивку. Вот такой кабошон с розой мне как-то пришёлся по душе на мой период. Такой вышивательный. Потом вот такой кабошон у меня. Есть несколько их ещё. Когда-то у меня было украшение такое. Украшение. Я вышивала подвеску. В этот раз я буду вышивать броши, наверное, скорее всего. И подобрала себе такую серию, не знаю, как-то вот взяла коробку с кабошонами стеклянными и решила вот повышивать подвески, броши. Набрала себе всё, на что у меня как-то вот глаз падал и душа лежала. Вот это будут две маленькие подвесочки на нежные украшения. Сделала, скорее всего, соберу. Вот здесь синими бусинами, а здесь с чёрными. Такую подвесочку подвешу маленькую. Не на шнурок. Вот эти могут быть на шнурке. Потом у меня вот такие искусственные кабошоны пластиковые есть, но они очень красивые по цвету. Они у меня есть всех размеров. И капельки круглые, но я хочу вот это 30 на 40. Потом у меня ещё всё никак не закончится. Мои кабошоны такие абстрактные. Вот эти два выбрала. Зелёный сам по себе очень красивый. А вот этот жёлтый, я думаю, может быть, что-то вклею в него. И будет серия чёрная, такая вот чёрная. У меня есть такой кабошон ещё чёрный, и есть белый, но перлонутровый. Вот такого типа. Поэтому он сюда не очень подходит. А чёрный он такой пластик. Поэтому я пока остановилась на этих двух. Это не будет серия белая и чёрная. Я, скорее всего, сделаю тут что-то контрастное, подумаю над оранжевым, над красным, а может и над синим, может и над фиолетовым. В общем, ещё не сложилось у меня. Видите, у меня нет какого-то определённого плана. Я просто из коробки повытаскивала кабошоны, которые как-то вот мне пришлись, не знаю, в настроение моё. И вот я их повыбирала для работы. Пока буду делать эти два, может быть, сниму видео, как я их полностью обшиваю, что из них получается. Подумаю потом. Вот, начну вот такую серию вышивок. Потом обещала вам девочек с очками. Тоже, наверное, параллельно буду думать, как их повышивать, вот эти очки. И всё-таки я склоняюсь к тому, чтобы заказать и металлические очки тоже. Поэтому они у меня тут перед глазами лежат, пока маячат. Думаю, что-то тоже из них сделаю. Что ещё вам покажу? Вот давно-давно начала делать чокер. У меня мой чокер такой был уже один. Карменом, по-моему, назывался. Оставлю вам ссылку. Вот видите, это его центр. Вот такая лента у меня чёрная, бархатная вот есть. Она такая не очень ровная, как бы такая вот она вся. Но я решила из неё, прям вот из неё, она с репсом, вот здесь внутри, прямо из неё сделать вот такой вот чокер. Видите, ставила фетр по размеру, чтобы он как раз меня обхватывал, чтобы вот этот край ленты у меня заходил. Вот сюда, чтобы я могла подшить что-то. и сделаю вот так. Я подошью вот сюда, вот сюда, вот к этому краю. Давайте я уберу броши свои, чтобы они не мешали. Вот сюда вот я подобрала уже кружево. Это у меня двойное кружево, я отрезала только одну часть из него. Вот так подошью вот к этой чёрной полоске кружева и сверху закрою его вот этой полоской. Вот это, в принципе, и будет чокер. Для него я сделала кабошон. Он был уже у меня обшитый. Вот его задник. Но когда я его сажала вот так на эту ленту, он очень толстый был. И я его разобрала и решила посадить кабошон с этой стороны, а задничек с этой вот так обшить. Так, мне кажется, будет красивее. Ещё подумаю. И будет очень просто. Тут вот так, и здесь будет кружево. Вот такой скромный будет чокер. Ничего особенного. Но моя невестка любит такие вещи. Тот предыдущий она у меня забрала. Может, и этот заберёт. Потому что всё это делается чисто на каком-то таком интуитивном уровне. Ну вот и всё на сегодня. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч. У нас сейчас цитрусовый период. Много апельсинов, клемантины, мандарины и лимонов. Может быть, ещё что-то буду такое вышивать. Есть у нас сейчас и гранаты. Поэтому, наверное, вот такая тема меня будет захватывать больше всего. Не забудьте подписаться на мой канал. Я стараюсь показать интересные вещи, свои эксперименты. Не загружено какими-то обязательствами. Поэтому работаю как свободный художник. Кому нравится такой подход, ставьте лайки. Ещё раз говорю, подписывайтесь и пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть на моём канале. Если это будет соответствовать моим каким-то течениям души, я с удовольствием это сделаю. До следующих встреч. До новых интересных проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин